Вернуть от управляющих компаний почти миллион рублей. Настоящий новогодний подарок сделали себе жители нескольких новосибирских домов. Наталья Цопина о том, как сэкономить на коммунальных платежах. У нас же люди как привыкли. Вот пришла, допустим, платежка, да, посмотрели на цифры так, и пошли и заплатили, не вникая в то, что, допустим, тут написано. Татьяна Ивановна человек дотошный. Увидела неожиданные цифры, начала разбираться. Вместе с соседом Юрием Георгиевичем выяснили, счет за общедомовые нужды значительно превышен. С управляющей компанией общего языка не нашли. Отправились в Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». Так удачно все расписали, вот они вот этот сам расчет, что действительно здесь вот можно прям без всяких проблем рассчитать любому и каждому человеку свое собственное ДН по своей квартире. Такая пошаговая инструкция помогла добиться перерасчета в платеже. Теперь жители на Ветлушской, 18, платят не по 150 рублей в месяц за ОДН, а в три раза меньше. Похожая ситуация на Энгельсе-14. Было по 460 рублей, по 270-220 рублей было ОДН из электроэнергии. Ежемесячно? Ну, в три месяца подряд за полгода. Вере Васильевне и ее соседям тоже удалось добиться правды с помощью Центра защиты прав граждан. И таких домов в регионе десятки. Люди обращаются по поводу пересчета коммунальных услуг, как общедомовые нужды, это электроэнергия, ОДН горячей воды, ОДН холодной воды. По вопросам отопления обращаются, потому что управляющая компания проводит некорректные начисления. Сумма, которую общими усилиями отвоевали у коммунальщиков, почти миллион рублей. И она могла бы быть больше. Конечно, иногда собственники не знают, как защитить свои права, но чаще просто не хотят. Так и так, давайте что-то делать и как-то чего-то. Люди все спят, никому ничего не надо. Сам народ, сам народ труднопробиваемый. Ну, а те, кто рискнул отстоять свои права, отмечают, даже с управляющей компанией отношения наладились. Общаться с жителями коммунальщики стали куда уважительней. Наталья Цопина, Алексей Богудин, Новости ОТС.